Приветствую всех подписчиков, а также случайных зрителей, которые все еще ждут от меня видосов по постройке большого 3D принтера вот в этом уютном гараже. С момента выхода предыдущего видео, конечно, получился катастрофический перерыв. Уверен, что многие из вас уже решили, что я на проект забил. Я собрал себя в руки и все-таки вспомнил, что ключевой компонент успеха, ребята, это планомерная работа. Поэтому сейчас постараюсь опять войти в темп и выпускать видосы более регулярно. Продолжаем продолжать. Напомню, что в прошлый раз мы остановились на том, что нарезали вот эти вот профильные трубы 120 на 120 миллиметров в размер. И следующая наша задача это собрать из этих труб куб, который будет, собственно, рамой для 3D принтера. Раму я хочу иметь разборной, поэтому сварку использовать я не буду. А трубы будут соединяться с помощью коннекторов, болтов и гаек. И вот про эти коннекторы, которые нам потребуются для соединения, сейчас я вам детально расскажу. Идея довольно простая. Берем вот такие вот гайки М12 широкие, называются они еще соединительные муфты, и ввариваем по 4 штуки по углам трубы. В результате чего у нас появляется возможность болтами к трубам присоединить вот такие вот коннекторы. Коннекторы изготовлены из 8-миллиметровой стали, нарезанные на плазме. Естественно, я еще это все между собой сварю. При сварке постараюсь обеспечить прямой угол, так чтобы все грани были перпендикулярны между собой. И таким образом у меня будут соединяться вот смежные грани кубика воедино. Все выглядит довольно просто, но есть, как всегда, один нюанс. Вы, ребята, любите истории фокапов. И вот одна такая история, история фокапа заключается в том, что я уже изготовил один набор коннекторов, которые оказались непригодны к использованию. Почему они оказались непригодны к использованию? Потому что, когда мы берем гайки и ввариваем их вот так вот по углам трубы, несмотря на то, что труба квадратная, расстояние между центрами отверстий этих гаек не является квадратом. Потому что у шестиграника вот это вот расстояние не равно вот этому расстоянию. Таким образом, если мы проведем линии через центры вот этих вот отверстий четырех гаек, у нас получается не квадрат, а прямоугольник. И разница между сторонами этого прямоугольника составляет 1,9, ну, округлим, 2 мм. Мне, конечно, было известно об этом нюансе, когда я дизайнил первую версию своих коннекторов. Но у меня в голове была стройная довольно такая теория о том, что путем правильной ориентации гаек внутри трубы и правильной, в общем, ориентации сторон коннекторов я смогу эту погрешность, в общем, ну, нивелировать, обойти. Тем не менее, это все оказалось ошибкой, и у меня получилось 8 совершенно непригодных к использованию коннекторов. Ну вот, собственно, о чем и речь. То есть, вот видите, два болта я вкрутил, здесь у меня уже отверстие не попадает на отверстие в гайке. Ну, а решение этой проблемы заключается в том, что радиус отверстий под болты должен быть больше. Вот здесь вот он у меня ровно 12 мм. А на коннекторах второй версии диаметр этих отверстий увеличен, и он составляет 13 там с чем-то миллиметров. Более подробно сейчас на чертеже вы видите, который на экране у вас. Вот, и эта разница в диаметрах позволяет вот эту вот пластину, сторону, как угодно ориентировать относительно трубы, и болты все равно будут закручиваться. Вы спросите, как я этот факап допустил, я вам отвечу, а вот так, потому что я строю все без проекта и по наитию. Пример с меня брать в этом плане не надо. Лучше, конечно, все отрисовывать и продумывать заранее. С помощью вот такого примитивного кондуктора из шпильки и струбцин зафиксировал все грани друг относительно друга. Везде с помощью резьбы подрегулировал, чтобы был прямой угол. Сейчас прихватываю точками изнутри и снаружи, и потом электродом изнутри провариваю. Отвариваю. Отвариваю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Несмотря на то, что перед сваркой точно везде выставил угол, после сварки в результате температурного расширения металл повело и угол ушел от 90 градусов на всех гранях Произошло это потому, что во время сварки вот здесь вот возле шва металл разогревается Как я это понимаю, вот эти вот тонкие места, они видимо стали точкой изгиба И вот этот вот угол наружу торчащий, его завернуло внутрь вот на всех трех гранях На первой версии коннекторов была такая же проблема Я тогда варил без кондуктора их И вот этот кондуктор, собственно, был призван от этой проблемы избавиться Но, к сожалению, не помог И я больше уже не знаю, что здесь придумать Может быть, какие-то косынки сюда вваривать и потом их убирать Но, в общем, косынку я сейчас сделать не хочу Поэтому по этой технологии варю все остальные коннекторы Потому что надо понимать, что вот у меня из четырех отверстий Раз, два, три, они находятся на, ну, скажем так, в более правильной позиции Чем вот это вот, которое ушло туда вглубь Вот, поэтому я думаю, что когда я к трубе буду болтами притягивать этот коннектор Возможно, этот угол, он и выпрямится, тоже притянется Но посмотрим В общем, ничего сейчас уже выдумывать не буду Буду варить вот так Вот таких вот восемь замечательных коннекторов я сварил Но, на самом деле, они, конечно, условно замечательные Потому что, как я и рассказывал, их все загнуло вовнутрь Ну и, кроме того, шов, конечно, получился не везде идеальный Вот здесь вот, например, почти правильный шов, хороший Но это я под конец только руку набил Вот, а также есть экземпляры, скажем так, менее удачные Но шов, мне кажется, это дело эстетическое На скорости он не влияет Вот, поэтому коннекторами я доволен Теперь осталось подварить в пару труб гайки И сейчас я как раз собираюсь показать вам, как это делается Начинаю с того, что устанавливаю гайки в шаблон Я в качестве шаблона использую коннектор первой версии Те, которые не подошли Ну, а если кто-то решит за мной повторять Не знаю, будут ли, правда, такие смельчаки В описании видео будет ссылка как на чертежи коннекторов Так и на специальный шаблончик, который тоже нужно нарезать на плазме И, собственно, с помощью него вы также сможете спозиционировать гайки Чтобы их засунуть в трубу Засовываю гайки в трубу Залазят туда они обычно неохотно Поэтому чаще всего приходится подбивать молотком Как минимум несколько ударов Ну, а теперь по стандартной схеме Прихватываем точками и провариваем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта сторона готова Осталось вварить еще 4 гайки в тот конец 8 гаек в другую трубу И все, с гайками покончено Можно будет переходить к сборке Я, признаться, крайне рад, что летом успел большинство гаек уже вварить Поэтому сейчас не придется этим заниматься Крайне муторное занятие Всего 96 гаек вот таким вот образом надо в трубы установить Подготовил все к началу сборки Расчистил вот от хлама поляну себе Где я все это буду собирать Также установил колеса Решил уже вас не утомлять деталями установки Потому что, ну, в целом все довольно очевидно Колеса хоть и выглядят хлипенькими Но каждая выдерживает по 150 кг Поэтому вес должны выдержать с запасом Вот, ну и, наконец-то, спустя почти год Как говорится, и года не прошло Могу, наконец-то, приступить к сборке этой чертовой рамы Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Короче, джентльмены Собрал нижний ярус Получилось неплохо Примыкание везде Четенькое Все ровно встало Правда, есть один небольшой нюанс Значит, здесь у нас диагональ 2, 5, 4, 7 А здесь диагональ 2, 5, 5, 8 Сколько получается? 9 мм разница? Ребята, целый сантиметр Я вообще, если честно, в шоке Это именно то, чего я больше всего боялся Все везде Ровно Но эту херню перекосило В общем, сейчас Буду думать крутить ее Попробую для начала Ослабить везде болты Поширудить как бы всю эту конструкцию И потом затянуть назад Но что-то мне сдается Это не поможет Вот, ну в крайнем случае Буду подставлять Вот сюда вот какие-нибудь Проставочки Или шайбы Для того, чтобы Ну, выровнять везде углы Потому что не сдавать же Теперь все это В чермет, правильно? Надо доделывать Буквально полдня здесь провел Очень много крутил гаек Точнее болтов Вот, но зато получил Отличный результат Вот у меня одна диагональ 2, 5, 5, 2 Миллиметра Ну, сама диагональ, конечно, меньше Вот я же измеряю Не совсем диагональ В общем, измеряю одинаково И одну и другую сторону Вот И вторая сторона Вторая диагональ Тоже 2, 5, 5, 2 Конечно, если присматриваться Там все-таки есть разница Но она меньше миллиметра Там, не знаю, полмиллиметра Что-то в этом роде Меня это полностью устраивает Потому что такая погрешность Не критична Сперва пытался переворачивать трубы Там как-то подобрать Чтобы, не знаю Ромбовидность это ушла Но в итоге поставил Вот такие вот проставочки Пришлось их попилить болгаркой Потому что нужно было Подобрать толщину И вот 2 проставочки Целиком и полностью Исправили этот недостаток Поэтому квадрат у меня Теперь действительно является квадратом Но помимо вот этого Ромбовидного искривления У этого квадрата Есть еще возможность искривиться Как вы понимаете Вот так вот Поэтому, чтобы сейчас проверить Что он ровный Я натянул вот одну нитку По диагонали Сейчас беру другую нитку Но я-то знаю, что он ровный Это скорее, чтобы вам продемонстрировать Хотя вы, наверное, плохо увидите Вот, но в общем, когда я В общем, мы видим, что нитки соприкасаются Между ними нет никакого расстояния Понятно, что это не точное измерение Но я думаю, что мне этого будет достаточно Поэтому перехожу сейчас к установке Без столбиков по углам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уважаемые зрители, вашему вниманию представляется Законченная рама для 3D принтера Крайне рад признаться этому событию Потому что сегодня 6 часов здесь с ней ковырялся Уже не снимал это все Потому что и так хронометраж большой Короче, потратил это время на то, чтобы выставить вертикально Вот эти вот столбики Так как с ними было больше всего проблем Они все норовили в какую-то из сторон завалиться Вот, но технология примерно такая же То есть ослабляете болты Шатаете, шатаете всю эту конструкцию Там, где углы меньше 90 градусов Вставляете проставочку Затягиваете это все, смотрите, что получилось И при определенном терпении Сноровке, смекалке тоже Рано или поздно у вас все получится Если, конечно, кто-то захочет это повторять В чем я сомневаюсь Ну а в следующем видео вместе с вами будем строить Ось Z, которая будет вертикально по этим столбам перемещаться Я надеюсь, будет интересный и сложный в техническом плане этап Потому что как минимум одну штучку мне нужно будет там заинженерить Также придется потратиться на компоненты, на исходники Но, ребята, не донатов я у вас прошу А простых человеческих вещей Таких как лайк, подписка, комментарий Ну, в общем, вы сами все знаете Вам это ничего не стоит Для меня это огромный стимул продолжать делать то, чем я занимаюсь На сегодня с вами прощаюсь Желаю, чтобы все ваши начинания завершались успешно Так же, как эта рама Пусть и через год Но, тем не менее, завершались Всего хорошего, увидимся